НАСА просто выключило прямую трансляцию, а тысячи зрителей гадали, что за объект пересекает Солнце. В очередной раз необъяснимое явление появилось прямо перед Солнцем, и НАСА, очевидно, делает всё возможное, чтобы никто не стал свидетелем этих необычных событий. Когда изображения всё же появляются в СМИ, странные объекты и быстро движущиеся пятна обычно объясняют спутниками или жуками, которые якобы разыгрывают трюки перед объективом телескопа. Но может ли это быть правдой на самом деле, или же мы попали сюда по особой причине? Таков порядок. НАСА постоянно отключает прямые трансляции, когда видны странные вещи. Это относится как к камерам МКС, так и к прямым трансляциям Солнечной обсерватории СОХА. Утверждается, что НАСА затем поддерживает камеры в рабочем состоянии, или же временные отключения происходят чисто случайно. Астрономы-любители и поклонники НЛО уже давно перестали верить этим отговоркам. Отключение происходит систематически, критики НАСА согласны. В мае 2022 года исследователи-любители и официальные представители НАСА и ЕСА поспорили об этом подозрительном явлении. Странный квадрат был виден на изображении в течение нескольких секунд, затем экран стал чёрным. Поклонник СОХА успел молниеносно среагировать и запечатлеть сцену до того, как она была выключена. Проект СОХА — это солнечная и глиосферная обсерватория НАСА и Европейского космического агентства ЕК. Снимки дают впечатляющий вид на Солнце в круглосуточном режиме. Цель миссии — постоянный мониторинг солнечной активности и разработка системы предупреждения о сильных солнечных бурях и потоках частиц, которые могут бомбардировать магнитное поле нашей Земли. Как сообщается, необычное наблюдение вокруг Солнца — нередкость. После перерыва в мае 2022 года прямая трансляция Солнца была недоступна целых 8 часов. Официальной причиной стали профилактические работы. После этого последовало публичное заявление руководителя миссии СОХА Бернхарда Флека, которым учёный напрямую опроверг слухи о том, что здесь, возможно, был замечен НЛО и что НАСА пытается это скрыть. Флек говорит о полной ерунде и объяснил, что квадрат — это результат повреждённого телеметрического блока, который привёл к отсутствию данных о передаче и в конечном счёте к появлению этого заметного квадратного пятна. Несмотря на это заявление, странное наблюдение продолжало красочно расцветать в СМИ. Инопланетные теории и безумные заявления распространились по всему миру как лесной пожар. Конечно, многие из них были сильно преувеличены, но мы всё равно должны спросить себя, почему НАСА всегда выключает камеры в решающий момент и почему у них и у учёных, вовлечённых в процесс, всегда готовы почти идеальные объяснения, категорически исключающие паранормальные явления. Ошибка камеры? Конечно же, нет. Следите прямо сейчас за маленькой чёрной точкой, которая быстро проносится перед Солнцем. Объект проносится перед звездой с молниеносной скоростью, аномалия пересекает изображение слева направо по почти мёртвой прямой линии и с поразительной точностью. Это изображение вновь вызвало ажиотаж среди всех тех, кто наблюдает за нашим Солнцем и ищет разгадку таинственных и редких вещей. Это открытие оказалось настоящей удачей для всех охотников за НЛО. На видео мы так хорошо видим Солнце, потому что оно сильно затемнено. Невооружённым глазом мы бы не смогли увидеть подобные объекты, проходящие мимо Солнца транзитом. Но что это было? НЛО? Или просто что-то, что можно объяснить рационально? Официальное объяснение подобных наблюдений — птицы, насекомые, спутники или даже помехи в изображении. Мы можем однозначно исключить вмешательство в изображение. Свет или ошибки и отражение данных никогда не проходят прямо через изображение. Птицы летают совершенно по-другому и не стали бы перемещаться так целенаправленно и быстро. То же самое относится и к насекомым порхающим в воздухе. Может быть, это планетарный транзит? В ажиотаже вокруг сенсационного видео быстро возникла идея о транзите Меркурия. Эта сцена действительно визуально напоминает пролёт маленького Меркурия. Однако более детальные исследования исключили эту версию. Транзитные орбиты Меркурия совсем другие, и скорость объекта также значительно отличается от скорости Меркурия. Давайте ещё раз рассмотрим возможность того, что мы имеем дело со спутником. Поначалу это кажется логичным, но детали снова показывают обратное. Объект пролетает мимо слишком долго. Если бы это был околоземный спутник, транзит был бы гораздо быстрее. Длина расстояния, направление полёта и размер объекта показывают, что он должен находиться дальше от Земли, чем спутник. Он также очень большой, потому что иначе мы не смогли бы разглядеть его на фоне гигантского Солнца. Если и этот ответ не сходится, нам остаются астероиды, кометы или космический мусор. Но и здесь траектория вращения и соотношение размеров и измеренной скорости не совпадают. Это не может быть и солнечный зонд Паркер, потому что он был бы крошечным по сравнению с размерами Солнца. Остаётся одно безумное объяснение, и это загадочная планета-вулкан. Все, кто любит Стартрек, знают эту планету как дом остроухих и суперкрутых вулканцев. Но почти никто не знает, что вулкан действительно существует, или, скажем так, существовал. На самом деле планета-вулкан была теоретической идеей, выдвинутой в XIX веке для объяснения некоторых неровностей на орбите Меркурия. Идея восходит к французскому математику Урбену Жану Жозефу Леверьеру. В качестве доказательства он привёл орбитальные неровности Меркурия, которые были похожи на те, что Леверьер незадолго до этого использовал для открытия существования Урана. Леверьер назвал предполагаемую планету вулканом. Он и другие астрономы пытались наблюдать эту гипотетическую планету, особенно во время солнечных затмений, чтобы уменьшить яркость Солнца и тем самым увеличить видимость объектов в его окрестностях. Интересно отметить, что за это время астрономы наблюдали несколько объектов, которые считались вулканом. Однако существование планеты так и не было подтверждено. Открытый вопрос о процессе перегилия Меркурия был окончательно решён с помощью общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Но сегодня мы не знаем, что именно наблюдали астрономы, когда им показалось, что они увидели вулкан. Не исключено, что это были именно такие объекты, о которых мы сегодня гадаем. Он должен гореть, но не горит. Перед нами ещё одно ошеломляющее изображение сияния и кипения Солнца. Потоки огня, мерцания и мощь колоссальных потрясений на нашей звезде сразу же завораживают наблюдателя. Но что это? На снимке Солнечной обсерватории мы видим ещё один объект, объяснения которому были весьма хлипкими. Он становится виден только при очень близком увеличении изображения, что объясняет, почему в этом случае камеры продолжали работать. Создаётся впечатление, что есть люди, которые шестым чувством чувствуют подобные открытия, а затем, к счастью, делятся ими с менее наблюдательными людьми. Этот объект не выглядит так, будто у него отсутствуют какие-либо данные. Он круглый с почти симметричными круглыми утолщениями. Он мог бы немного напоминать волосок на линзе, но для этого он слишком однороден. Заметное покачивание части также очень странно, как будто она движется или колеблется. Что это может означать? Возможно, ошибка датчика, но для этого объект слишком интенсивно движется. Ошибка могла бы быть более статичной на изображении, но эта штука выглядит так, как будто её двигают солнечные лучи. Ещё одним фактом, указывающим на то, что объект находится в непосредственной близости от Солнца, является то, что загадочный кольцообразный объект становится виден только при увеличении изображения. Ошибка на объективе или в непосредственной близости от него была бы видна равномерно всё время. Если этот объект действительно находится так близко к Солнцу, то нам следует обратить внимание на масштабы и температуру окружающей среды. В более широком окружении Солнца, так называемой короне, температура гораздо выше, чем у его поверхности. Будь то в короне или ближе к поверхности, в обоих случаях речь идёт о температурах от 5000 до более 1 миллиона градусов. Поэтому обычный объект, состоящий из материи, не может находиться вблизи Солнца. Наш зонд Parker Solar Probe пролетает через солнечную корону несколько раз в течение всей миссии, приближаясь примерно на 6,16 миллиона километров и выдерживая температуру около 1377 градусов Цельсия. Затем зонд снова облетает Солнце по широкой дуге, восстанавливается и снова приближается к нему. Выдерживать такое – настоящий технический шедевр. Конструкция изготовлена из жаропрочного углеродного композитного материала, а чувствительные части защищены специальными солнечными щитами и отвернуты от поверхности Солнца. Если этот объект, парящий перед Солнцем, не является материальным, то что же это такое? Мы, вероятно, никогда не узнаем. Насколько вероятны НЛО перед Солнцем? Давайте прольем свет на волнующий вопрос о том, насколько вероятно НЛО в окрестностях Солнца или насколько вероятно реальное существование летающих тарелок вообще. До сих пор не существует никаких реальных доказательств. На Земле или в ее окрестностях никогда не было ни одной сизаемой, ощутимой или отслеживаемой летающей тарелки. Астронавты на МКС регулярно сообщают о странных и необъяснимых наблюдениях в окрестностях космической станции, но никто никогда официально не видел настоящего НЛО с инопланетянами. Объекты и наблюдения, похожие на НЛО, поражают воображение. Большинство из них представляют собой геометрические световые узоры, тени, указывающие на скрытые в темноте объекты со слабым освещением или подозрительное движение. Такие же явления наблюдались и вокруг космических шаттлов SpaceX. Опять же, объекты или огни не поддаются идентификации. Это не НЛО или космические корабли, а явления, которым нет известного объяснения. На самой Земле ежегодно происходят десятки, если не сотни наблюдений НЛО. Очевидцы сообщают, что видели и НЛО, и инопланетян. Одним из лучших доказательств реального существования кораблей являются видеозаписи, сделанные военно-морским флотом США и другими мировыми военными организациями. Самолеты пилотов-истребителей оснащены системой автоматического сканирования воздушного пространства. Если эти датчики обнаруживают странную ракету, немедленно включается сигнал тревоги. Таким образом, на сегодняшний день удалось очень хорошо заснять несколько неопознанных летающих объектов. Их траектории движения во многом схожи с поведением объекта, пересекшего Солнце. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе каждого нового видео.